Инициатива областных парламентариев приурочена к годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Евгений Еременко выбрал необычный формат общения с лицеистами. Диалог со свободным обменом мнениями. Наверняка обычная лекция не дала бы такого эффекта. Мы намеренно уходим от какой-то повестки и просим ребят максимально высказать свою точку зрения. То, что они думают о сегодняшних событиях. Как они дальше видят развитие этих событий. До визита в родной лице Евгений Александрович за месяц побывал в школах 15 муниципальных районов, объехав почти весь запад Подмосковья. И везде с удовольствием видел, что ученики старших классов проявляют Крыму огромный интерес. Крым наш в одно слово. Для них это естественная и уже привычная реальность. Они прекрасно знают историю России. Они прекрасно знают историю Крыма. И очень активно все эти процессы обсуждают. Очень много интересных мнений, даже предложений. В том числе, например, речь заходит об экономике Крыма. То есть все понимают, что после возврата Крыма в Россию, сегодня главная задача это заниматься экономикой на территории полуострова. Они об этом очень активно говорят и делают очень интересные предложения. Иногда мы удивляемся, откуда только берется в сегодняшних молодых людях такой патриотизм. Ведь столько лет его воспитанием занимались по остаточному принципу. Очевидно, в русском человеке он действительно заложен на уровне генов. В качестве аудитории для общения не случайно выбраны именно старшеклассники. Ведется очень активная информационная война. Это ни для кого не секрет. И, на мой взгляд, главный субъект, на кого нацелена эта информационная война, это как раз молодые люди. Поэтому наша задача им разъяснять позицию, все это дело объяснять. Они должны это понимать, конечно, потому что им дальше жить, здесь работать. И для нас это очень важная акция. Поездки по школам Подмосковья депутаты областного парламента планируют продолжать в течение всего года. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...